После парижских событий в странах Европы предпринимаются усиленные меры безопасности. Вместе с ними усиливаются и антимигрантские настроения. Многие страны ЕС закрывают границы и отказываются принимать вынужденных переселенцев. Подробности в материале наших международных обозревателей. Европа и Америка, которые вначале широко раскрыли свои двери жертвам войны и террора, сегодня закрывают их прямо перед носом мигрантов и пытаются прикрыть все лазейки, через которые они могут к ним пробраться. Местные жители говорят не просто о неудобстве соседства с переселенцами, но и об опасности, потенциально исходящей от них. Это акция протеста против мигрантов в Чехии. Ее поддержал даже президент страны. Милош Земан говорит, что в Чехии уже давно живет более полумиллиона иностранцев. Но речь идет об единоверцах, в большинстве случаев европейцев. Большинство мигрантов – здоровые молодые люди. Почему же они бегут вместо того, чтобы сражаться за свою родину? Почему не трудятся во благо своей страны? В Венгрии на фоне мигрантского кризиса набрала популярность правоцентристская партия националистического толка. Сейчас они собираются выносить вопрос приема мигрантов на всенародный референдум. Лидер партии Габар Вона прямо заявляет, иммиграция и терроризм идут рука об руку. Вместе с беженцами в Европу пришли террористы. Иногда это представители второго или третьего поколения мигрантов. Конечно, не все они террористы, но в целом терроризм и иммиграция идут рука об руку. После парижских событий в 24 американских штатах отказались принимать сирийских беженцев. Также поступили некоторые европейские государства, например, Польша и Латвия. Границы закрывают Македония, Германия, Австрия. Пока добирались до Македонии, мы с друзьями стали свидетелями многих страшных событий. Надеялись попасть во Францию, но после теракта Франция закрыла свои границы. Теперь попытаемся попасть в Германию, куда потом, даже не знаем. Европейцы говорят, если мигрантский поток не будет остановлен, в европейских странах может начаться гражданская война, которую, как они говорят сами, будут считать освободительной. Гульнара Исакова, 24КЗ.